Привет! Недавно на канале выходило видео о подключении и настройке принтеров в Windows. Сегодня я хочу продолжить этот разговор на эту тему. Но, однако, сегодня я расскажу о конкретной Windows. Современный вариант Windows 10, 64 бита, редакция, где наша редакция, 20H2, то есть это современный вариант, на который каждый из вас может обновиться. Информация, сказанная мной ранее, остается актуальной и для Windows 10. Однако, не так давно появился продукт от HP под названием HP Smart. Зачем он нужен? Что он может и чего не может? Итак, установить его можно только из магазина Microsoft, куда предварительно вы должны зарегистрироваться. HP Smart бесплатно и его предоставляет сам Hewlett. Итак, когда вы ее установили, давайте ее запустим и посмотрим на интерфейс. Установленная таким образом утилита напоминает своим интерфейсом своего мобильного родственника под Android. И, по сути, служит для тех же целей, что и на Android. А именно, помогает настраивать и пользоваться HP принтерами. Тут есть печать, сканирование и закупка карты G, если вы можете себе такое позволить. Если нет, заправляйте и тоже будет все хорошо. Итак, давайте посмотрим, как HP Smart справится с задачей настройки принтеров. Для того, чтобы начать настраивать принтер, нужно нажать на кнопку «Даваять принтер». Нажимаем. Вот мы видим, что в нашей сети отсканировано, найдено три принтера. Вот этот, я знаю, самый старенький. Давайте проверим. Фотосмарт C4700. Нажимаем. Давайте глянем, что у нас получится. Так. Ну, здесь говорится о том, что можно присвоить имейл аппарату и пробовать печатать через отправку файлов на почту. Пропускаем. Теперь вот интересный момент. Утилита предлагает нам сделать то, что мы и так можем. Ну, как бы она подсказывает, что нужно зайти в Control панель, добавить принтер и чего-то там произойдет. Давайте нажмем. Вот что мы можем открыть. То есть, что нам предлагалось открыть. это мы можем сюда зайти самостоятельно. Значит, нам предлагают нажать добавить принтер или сканер. Еще раз говорю, мы можем справиться с этим и без HP Smart. Давайте сделаем то, что нас просят. Пока мы не видим свой принтер, идет поиск. Тот, который мы настраивали в HP Smart. А, вот он внизу, тот, который мы хотели. И теперь давайте нажмем продолжить. Продолжить стала активная. Начинается дальнейшая установка принтера в среде HP Smart. Хотя, по сути, он уже настроен в Windows. Сейчас глянем, что эта утилита тут будет делать. Подключение к принтеру. Так, вот теперь принтер настроен, но какой-то тут значок странный. И написано, что состояние принтера не определено. Почему? Я не знаю почему. Давайте нажмем на настройка принтера. Посмотрим, что мы сможем сделать с этим принтером. Итак, вот наше состояние принтера не определено. И он будет так все время. Но, по сути, печать, наверное, есть. Вот, состояние принтера. Рисуется принтер. Принтер похож сам на себя. Состояние расходных материалов. Предполагаемые уровни ресурсов. Сразу скажу, что картриджи там полные. То есть принтер в полном рабочем состоянии. Однако утилита его не видит. Картриджи. Здесь должны быть уровни картриджей. Не видно. Вот такая вот ситуация. Давайте нажмем. Вернемся. Ага, ага, ага. Как тут вернуться? Как тут вернуться? Вау. Итак, HP Smart закончилась с этим принтером. Но не до конца корректно. Давайте посмотрим заказать картриджи. Что будет? Нас перебрасывают на страницу, на веб-страницу. Где? Где просто никакой конкретики. Куда-то нас бросили. И все. Разбирайтесь сами. Картриджей заказать не удалось. Я бы так сказал. Итак, утилита HP Smart. Принтер Photosmart C4700. И мы нажали на кнопку сканирования. И у нас написано. Сейчас сканирование недоступно. Выберите главное. Та-та-та-та-та-та. А сканер работает. Ну, в смысле аппарат-то работает. И сканер у него работает. Здесь ничего. Импорт. И камера. То есть мы можем что-то импортировать отсюда. Какие-то изображения. Камера. Какая тут камера на компьютере. Наверное вот эта. Камера. Как в этой утилите вернуться из каких-то меню сканирования. Например, мы нажали как вернуться обратно. Кнопок нету. Приходится перезапускать. Кланирование тут работать не будет. Это уже понятно. Значит с этим принтером не получилось. Теперь давайте попробуем другой принтер. Например, более свежий. Лазерный. Лазер джет. М15W. Сейчас он тут появится. И видим наш принтер. Давайте посмотрим, что с ним произойдет. Опять крутятся диски. Что-то настраиваем. Так. Та же самая ситуация с попыткой. Вот. Появился наш принтер. Причем это делает Windows. Вообще-то. Так. Наверное HP Smart и подсказывает. Так. Печатать страницу не будем. Продолжить. Печать документов. Печать фотографий. Печать фотографий. Что это? Печать документов. Предлагается нам сразу выбрать документ и напечатать. Ладно. Готово. Так. Хорошо. Вот. Тут более-менее все красиво. Давайте посмотрим, сможем ли мы. Вот. Здесь видно, да? Готов. Принтер готов. Действительно готов. Уровень картриджа, то есть чип, считан. И там совсем мало тонера. Но он все еще работает. Давайте посмотрим, можно ли заказать картриджи. Например. Смотрим, что будет. Нас посылают на страницу. И опять в ту же самую страницу. Похоже, эта утилита не знает, что в данном регионе, в общем-то, можно купить картриджи. Она пытается нам, наверное, легально это продать. А у нас тут что-то не все так хорошо и гладко. В общем, короче, опять нас послали. Ладно. Хорошо. Сканирования-то на нем не будет. Но печать-то будет. Давайте проверим, попечатаем что-то. Печать документов, например. Поддерживаемые типы документов. PDF документов. Печатать. Та-та-та-та-та-та. Ай-яй-яй. Так. Ну, опять же, мы выбираем. То есть, что-то она может. Что-то она может, но это мы можем сделать и из Word, например. Открываем Word. Вот. И в Word просто там. Ctrl-P. И смотрим, где наш принтер любимый. Да вот наш принтер и был любимый. Вот он. Можно уже печатать. Нам-то утилита как бы не нужна. То есть, ну, она нам помогла настроить. Хорошо. Давайте возьмем еще один принтер. Посмотрим, насколько все красиво. Опять сканируем. И давайте возьмем принтер M275NW. Последний. Пока она настраивает. Давайте глянем, что у нас произошло в Windows. Добавились ли те принтера, которые мы тут пытались настраивать? Да. Один добавился. Вот пятнадцатый. Да, вот есть и C4700. То есть, все нормально. Хорошо. Что здесь? Подключение службы печати. Что это такое? Здесь не было этого. Ну, давайте продолжить. Так. С 275-м тоже самое окно. Но мы уже видим, что Windows уже настроила этот принтер. Пропускаем. О, тут совсем другая ситуация. Тут что-то красивенькое. Нас поздравляют. Теперь все готово для печати. С этого компьютера. Примечание. Выберите ваш новый принтер. В диалоге печати. Печать. Пропустить печать страницы. Нам пытаются предложить напечатать тестовую страничку. Вот. Вот. Смотрим на ситуацию. Здесь все тоже красиво. Все четыре картриджа видны. Уровень корректно отображается. Давайте попробуем сканирование. Будет ли сканирование? Окно сканирования готово. Я в шоке. Итак, давайте попробуем отсканировать. Данный принтер разрешает или есть опция. У него есть опция сканирования не только плоских там бумажек, а и 3D объектов. То есть камера у него как у мобильника на такой штанге. Давайте посмотрим, что будет. Я положил там уже объектик. Посмотрим, отсканируем или нет. Да, вижу принтер разрешил. Сейчас что-то появится и здесь у нас. Идет сканирование. Как-то немного долго все это. Непонятно почему. Оригинальные технологии. Так, так, так. На подъезде. О. Вот. Видим то, что мы отсканировали. Можно печатать, сохранить. Давайте. Или отправить куда-то. Зафоксить. Бред. Ну, в общем, сканирование прошло. Давайте сохраним. Например. Вот таким образом. Окей. Сохранено. Но. Пока. Давайте глянем. Документы. Что нам там такое отсканировалось. Чем будем смотреть. Чем-нибудь таким. Вот наш 3D объект. Он действительно отсканировался. То есть принтер справился с этим делом. Хорошо. Итак. Мы видим, что HP Smart в двух последних случаях справилась на пять. В первом, ну, на четверочку в лучшем случае. Да. Что я хочу сказать. Что. Все это время. Все это время. Все это время. У нас стоял, как говорится, в кустах. Ну, не рояль. А другой старенький принтер HP. HP LaserJet 1020. И HP Smart. Вот она пытается. К пятнадцатому. Все нормально. Вот с этим. Тут проблемки. Больше принтеров у нас нет. Нету принтеров. Больше. HP Smart. Больше принтеров. Ну, не видит никак. Но. Windows уже давно справилась. Она уже поставила драйвер. И принтер готов к печати. А HP говорит. Smart. Говорит. Не удалось найти принтер. То есть те все, которые она видела по сети. Она смогла настроить. А здесь никак. Какой вывод? Вывод достаточно простой. Ну, не забывайте про HP Smart. Особенно в том варианте, когда у вас новый принтер. Когда он сетевой. Или Wi-Fi. Интерфейс есть на нем. Тогда HP Smart вам понравится. И вы сможете получить от этого какие-то бонусы. Он сможет вам настроить принтер. И помочь с ним работать. Если же у вас принтер достаточно старый. Хотя и обладающий всеми этими интерфейсами. То HP Smart может его настроить. Но работать с ним корректно не получится полностью. А если же у вас имеется старенький принтер. То HP Smart вам вообще не поможет. И это будет зайцу стоп-сигнал. Итак, кому пригодится, а кому нет. Пожалуйста, ставьте лайки, кому информация понравилась. Кому нет, лайки не ставьте. Просто подписывайтесь на канал. Все, пока. Счастливо. Успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok